всем доброго дня у нас уже прошла практически половина дня сегодня снова прохладно дело явно идет к осени завтра у нас первый учебный день завтра начинается школа дети едут в школу я отправляюсь к стоматологу в южную каролину в гриру до у меня там назначено две процедуры нужно будет заплатить за них где-то 4 я в общем заплатила прошлый раз половину суммы 450 долларов сейчас еще надо будет 450 долларов отдать дорога два часа туда два часа обратно меня подавляет я уже начинаю сегодня заранее нервничать и не нервничаю абсолютно по поводу стоматолога я нервничаю только по поводу того что надо долго ехать туда обратно и плюс все-таки американцы очень долго все делают очень долго я суммарно наверное ну провела в этом кресле часа два мне кажется из них меня лечили мне кажется опять же часа пол все остальное время а то вопросы то ожидания вопросы ожидания 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 вот так это дело происходит что еще рассказать сегодня я окна открывает чуть-чуть сильнее сегодня просто утром сюда пришла помыла голову усела здесь гостиной меня продуло я позакрывала часть окон дует прохлада и сейчас уже распогодилась сегодня в планах заполнения миллионных форм у вали очень много форм в этом году очень много там не знаю форма на на что там от учительницы лично я то есть какие-то предпочтения ребенка что он любит чего он там боится но вот это вот анкета такая и потом всякие такие формы с контактами для родителей emergency не знаю очень много форм в этом году они какие-то дополнительные штуки приняли и форм стало значительно больше нашего учителя есть помощник учительницы это я поняла только вот посмотрев наши бланки и мы когда пришли на собрание смотрю там какая-то девушка молодая крутится но я не поняла кто это оказалось что это помощница нашего учителя она сама еще учится в институте и вот она тоже прислала о себе такую листовку там ее фотографии кто она где она учится и и вообще что она будет делать какие-то пожелания на днях еще пришло письмо от директора из средней школы и он там снова ой не открывается давал такую информацию личную о себе кто он какие у него дети сколько им там лет куда они ходят в общем так представился по-дружески ну чё будем заполнять формы наверное таки этот день настал откладывала до последнего это так это реклама вообще это то что я показывала надо заполнить одну blue card emergency с информацией о страховке о том куда там звонить в случае чего я уже запомнила заполнила только на пашу еще нужно на всех остальных так это все это не выбрасывать это это нам нужно это выбросить так сегодня заполнять начнем начнем и чтобы мне совсем уж скучно не было включаю смотреть какое видео топ-10 штатов для жизни ну чтобы жить соединенных штатах и почему они собственно говоря лучшие я в такие видео не сильно жутко верю но эти рейтинги во первых они могут быть весьма субъективно составлены скорее всего они естественно субъективно составлены но интересно за одно трение английского хотя без субтитров я включаю сразу субтитры на английском я не всегда за мыслью поспеваю тем не менее поехали поехали смотри поехали вот интересно десятое место и причем на десятом у некоторых наших например ютюберов бостон лидирует буквально но я некоторые видео смотрела у них почему-то на десятом короче краткая выжимка бостон хорошее образование хорошая медицинская помощь хорошая еда так что езжайте морские продукты держите за этим массачусетс я не могу перейти к заполнению документов мне теперь любопытно что там у него дальше намба 9 это короче и флорида да и бостон занимает массачусетс в целом занимает 11 место по край по преступлениям и сказал автор это не так уж плохо на самом деле если посмотреть вообще в принципе общий рейтинг и что там все происходит смотрим про флорида прямо интересно кто тут на первом месте на как учить английский нужно не лениться и вот это вот все читать без переводчика вот что понял то понял мне это делать к стыду своему лень и я сейчас стала себя снова заставлять я это делала в самом начале перезда потом я перестала мне легче подставить свой переводчик и быстренько так раз прочитать все письмо муж мало то что он переводит точнее читает так он еще и словечки тут подписывает общем он эти все слова за год заучил именно вот слова которые встречаются очень часто в такого рода документах школьных там что там нам присылают всякие счета налоговая там вот вот это вот все в письмах то что очень часто встречается поэтому он знает некоторые много слов которые конечно не знаю я я знаю всякий молодежный сленг из сериалов больше такие разговорные выражения нежели то что вот то что вот нужно так что я буду сейчас пытаться вот это все разобрать до восьмое место вермонт экономика 18 школы 15 во флориде кстати школы этот автор поставил на первое место реально так он сам просто написал я точнее озвучил что типа школы флориды на первом месте типа с удивлением так health здоровье 18 и криминал преступность на третьем такой вот штат спокойный я заполнила эту анкету своим корявым ужасным почерком до сих пор детский почерк в английском языке он еще хуже интересный вопрос не хочу показать просто ответы но последний вопрос значит заключается в следующем что я могу сделать в этом году для вашего ребенка чтобы грубо говоря вы и ваш ребенок собственно чувствовали себя комфортно и там значит 33 пункта для возможного перечисления что может учительница сделать чтобы было комфортно мне и ребенку это мило это мило и я конечно что-то кое-что написала третий пункт уже даже не знаю что писать уже не стала нагреть и как я понимаю из вот этой бумажки у них в третьем классе все-таки уже начинается вот эта система и без еди больная буквенная система для этого у них была совершенно другая шкала оценивания можно сказать так себе оценивали это конечно с одной стороны волнует и с другой стороны тоже волнует потому что уголе до сих пор есть проблемы некоторые с контактированием здесь кстати вот по третьему классу и домашнему заданию написано что они не будут задавать вообще домашку опять они очень надеются что будет читать со взрослыми по крайней мере вот и 25 минут в день и что касается математики они выдадут рабочие четради но это просто для самостоятельного изучения если ты пропустила если хочешь там что-то там нагнать или дополнительно пройти и все я думаю у нее домашку появится если честно в третьем классе ну нет только перед тестами буду давать вот эти тесты чтобы с ними можно было ознакомиться и вот такое расписание кому интересно вот у них прибытия всем 7 15 до без 15 8 у них занятия начинается 8 ровно автобусы забирают всем 15 и вот они до 8 пока съедутся пока они там позавтракают встретятся потом идет модуль грамотности или математики далее сайнса ушел стадис ланч и опять грамотность математика и до свидания но у них еще физкультура какой-то день есть в один день на неделе это физкультура плюс еще музыка была потом что потом их вводят кому надо на дополнительные занятия по английскому и что у них еще что-то они еще творят своими руками собственно программа обучения на 2023-2024 год вот так она представлена грамотность вот пожалуйста вода вокруг в мире питер пэм смотрите вот классика написано питера пэна не будет проходить математика мне нужен переводчик чтобы это все понятие не все понимаю в математических терминах совершил стадис история география экономика вот видите вот это она сошел стадис гражданство правительство правильно я понимаю роль свободы демократия наука земля 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 экосистемы видите программа 3 класс нормально а это что такое а это учителя это учителя наша программа началом осени мы перестаем покупать мороженое за заедины как-то не хочется подоколодает очень хочется потребность в мороженом у меня уже в принципе стала падать так что у нас у нас вот это еще не пробовала вот такое попробовала вообще не вдохновилась я вообще не люблю из кем и может поэтому не вдохновилась мне невкусно а это вот такое клубничное что-то я детей и сказал что очень даже вкусно состав не знаю будем смотреть как всегда family tradition с 1923 года мой гранд фазы в общем древняя история вот этого мороженого как всегда так лучше бы состав на видное место где состав вообще вот он состав milk fat non fat короче все стабильно с этими морожеными оказывается она белая белая глазурь вообще не люблю белая белая странная гора чай сверху вот это все это печенье вкус печенья мне не хотелось настолько опять вкус кексика тесто какого-то и там он идет клубника нормально в принципе разнообразием когда дети с папой ходят в магазин но это я попросила это валя с папой была вчера в доллар 3 плюс купили губки плюс купили вале яйцо лол лол с тыклой плюс купили вот это это стикс мы их пробовали ничего так что они еще купили вот это как всегда что вы еще купили вальчера не помнишь и все а вот же чек потратили 12 с половиной долларов возвращаясь к рейтингу штатов на пятом месте здесь 850 почти тысяч просмотров свежие видео 9 месяцев назад на пятом месте миннесота до этого небраска что-то еще уже забыла одна из хольба вещей ужасных вещей это зима зима айдаха на третьем месте экономика на втором у него школа на девятнадцатом вот рейтинг принципе видно а до этого на четвертом месте сейчас как это называется этот штат нью-хэмпшир там вообще криминал ну рейтинг на первом месте это означает вообще отсутствие практически криминала и номер один в рейтинге юта на втором месте штат вашингтон на первом месте юта северной каролины что-то не было на тринадцатом по моему месте колорадо одиннадцатый двенадцатый какие-то еще два штата сижу читаю теперь комментарии под этим видео о рейтинге штатов в америке общем американцы сами не могут естественно найти идеальный штат и столько споров в комментах кто-то пишет что мой любимый штат это калифорния здесь вырос и собираюсь где бы ни был возвращаться всегда в калифорнию и ему пишут что до калифорния был замечательным штатом погода природа все такое но там нужно навести все-таки порядок сейчас там не самое лучшее место для жизни точки зрения преступности и вообще вот этой всей вседозволенности и прочим и прочим кто-то пишет про юту опять же восхищенные какие-то там комменты про юту и тут же тоже появляются люди которые тоже пишут свои минусы и так по каждому штату естественно идеального места просто не существует и все это естественно и все это очень сильно субъективно для кого-то хорошо там и для кого-то также будет в этом месте плохо спонсор сегодняшнего ужина фитучини нещадно поломанные пополам и у меня в заморозке были обнаружены отбивные мы ели-еле как-то отбивные но не то чтобы ели-еле по моему один или два дня поели и какая-то у нас дополнительная еда получилось я не помню то ли мы пиццу покупали еще что-то у нас было и в общем я их заморозила я хочу сейчас достать разжарить надеюсь они не потеряли свои наверняка потеряли здесь не сильно потеряли свои вкусовые качества вот этот контейнер о и почему они так заморозились прямо заснежились это значит что не скорее всего утратили свой вкус были вкусные тут грибы сыр помидоры они такие маленькие кусочками мяса так осталось их как-то отсюда отколупать они никак не хотят одно руки чистые то что просто на такие случаи предупреждаю знаю что у некоторых из нас и это наверно нормально есть разные пунктики пунктики кому-то не нравится как кто-то там кушает на камеру кому-то не нравится когда человек что-то там мешает рукой и берет грязными руками это я сталкивалась когда смотрела чужие видео и читала комментарии иногда иногда очень интересные комментарии люди людей на самом деле раздражает очень много вещей в этом мире как кто-то что-то делает в принципе раздражает люди на веру а еще такую вещь интересную слышала что если человек тебе не нравится вот если я конкретно я кому-то не нравлюсь то будет конкретно все не нравится как я там не знаю я могу говорю выгляжу там причесана готовлю что я готовлю тогда человек будет буквально ко всему придираться ко многим вещам это не значит что я действительно там как-то не так выгляжу ем и причесана именно то что я человеку не нравлюсь когда человек нравится то ты можешь ему простить достаточно многие вещи не заметить этого короче у меня беда они все склеились я хотела половину использовать по моим зрителям тоже не раз неоднократно замечала когда пишут когда пишут самые разнообразные вещи которым другие люди и не будут придираться они просто не замечают то есть те зрители которые более лояльно ко мне относятся и смотрят в принципе мой контент воспринимая его дружелюбно вот тем которым я не особо нравлюсь они конечно это нормально нормально вполне ситуация я имею ввиду кому-то ты нравишься кому-то ты не нравишься невозможно нравится всем на свете и совершенно не нужно к этому стремиться я решила отбивные засунуть на разморозку в микроволновку придется нам их все-таки скушать все сегодня завтра они не расклеились они не отклеились видимо не не морозилка зверь заморозила так заморозила наверно там была жидкость не снова предстоит разбор вещей в лаундре постирались в школе вчера стирались в школе сегодня перебрали вещи стирались в школе хотя уже мне кажется стирать уже просто нечего можно настолько все постираны перестираны стираемся практически ежедневно но тем не менее всегда находится что-то до постирать еще тимофей заказали футболку надо сходить я схожу наверное заберу в amazon ящик пришла буквально они вчера позавчера кинулись хотели обновить гардероб а подростка никуда не вытащишь куда он не хочет ехать чтобы одеваться и вот заказали на амазоне сейчас пойду после ужина пойду посмотрю что там вообще пришло пользуюсь тем что я на кухне вот эти печеньки взяла в волмарте браун коричневый сахар и корица классные вообще классные мне понравились они такие тверденькие брак вас бисквит а вот открыто покажу вот она как будто из цельнозерновой этой муки это печенюха и там что это такое овсянка что ли да посмотреть состав вообще мне нравится корица и пахнет очень приятно короче вот такие печеньки хорошие которые вот либо с блюберс либо вот с синамоном либо еще с чем-то обогащенная мука богатая минералами витаминами и тогда ляло на тут еще много чего читать не хочу читать хорошая также обратите внимание несмотря на то что это фирма там кто-то большей мере наши соотечественники начинают рассказывать и в чатах или этом не знаю слышала неоднократно вот это great value из волмарта молот этом еда для бедных и да еще для кого-то они вот это в смысле эта марка она зачастую вообще не составом ничем не отличается разные продукты есть что-то похуже что-то получше вот печенье 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 что у волги такое же печенье что в доллар 3 точно такое же печенье что это мне кажется нужно быть как-то проще что ли в этом плане печенье причем так тоже неоднократно слышала вот гордятся что они туда не ходят и именно наши соотечественники опять же когда пойдешь волмарт так они там ходят может другие конечно но и русскоязычные туда ходят и американцы естественно туда ходят все туда ходят даже там есть разные продукты уже просто выбирать уметь выбирать продукты и не говорить что этот магазин совершенно плохо там ужасные продукты а этот магазин идеален в каждом магазине можно найти что-то хорошее даже как-то читала комменты что доходило до того что туда вообще стыдно ездить и мне кажется вот люди которые приехали в принципе из русскоязычных стран ну я не знаю какие-то магазины но у нас россии это самый не дорогие допустим раньше были магнит пятерочка это потом начали появляться чижики я даже когда была в россии у нас этого чижика не было в ростове но я слышала что они были потом светофоры точно также все люди там закупались все там были вчера записала среднего ребенка на футбол с опозданием большим у них уже закончилась вот эта запись паша не захотел на футбол который мы ходим independence club отдыхательного плана развлекательного не соревновательного но не нам соревнуются между собой но любительский короче футбол паша не захотел потому что все прошлые сезоны он попадал в лузерские команды откровенно говоря я не буду здесь говорить о качестве игры и пашину так получилось что две команды подряд самые плохие команды вот просто ни одного выигрыша два сезона подряд ни одного ни одного даже случайного и а тимофей в нормальной команды попадал он и выигрывали они проигрывали все по-разному был ли было и в общем из этого паша не захотел не захотел снова так можно сюда поставить на качестве звука ухудшится паша не захотел в результате никуда записываться а тимофей с опозданием не сказал что хочет общем я вчера подала заявку в результате лист ожидания уже команды сформированы стоит 165 долларов кто хочет вот обратите внимание independence club и там есть программы любительские они в мужсвилле здесь у нас дэвидсон хантерсвилл блин я не помню вот как расположение этих полей и до сих пор путаюсь между вот этими городками потому что переезжаешь и вот у нас тут корнелиус через дорогу у нас хантерсвилл в общем вот вот такая намешанность и на в южной каролине еще тэга кей по моему это там стоит в каждых вот этих и в каждом из этих городках цена разная у нас самая дорогая почему-то в мурсвилле подешевле в южной каролине вообще даром я помню посмотрела и аж обзавидовалась просто так это цены такие пионерские буквально были так что мы ждем надеюсь у нас нас войну тут моя мясо поживает выглядит отлично несмотря на то что камера запотела выглядит шикарно там и грибы и вообще все хорошо выглядит я делась за футболкой темуфея вы выйду и на на кружок вокруг дома дам и домой потому что я не заполнила до сих пор формы да мне были в дело поважнее такие как ужин готовка поедания ужина и там столько форм я отложила как ответственный человек взрослые все на самый последний момент так что кружок нам надо еще собрать эти рюкзаки подумать что класть в ланч боксы ложиться спать пораньше сегодня в 9 наверно детей укладывать я забрала футболки и бегу как и собиралась вокруг дома сегодня у нас хорошая погода я уж не верится что завтра в школу потому что лето и завтра в школу нельзя хуже всего эту информацию переношу что завтра в школу мне кажется даже дети уже смирились с этим старшим завтра вставать конечно очень рано валю я их поднимает папа валю я буду в 630 ориентировочно то и в 640 очень быстрее собирается кушает кушает она мне один бутерброд ели в нее влазит а то и половинка и все быстро отделать умылась и на сборы нужно 15-20 минут и всеми ночи начались у нас уже автобус что у нас тут пола мэйден дизайн германия мэйден мэйден не германия черная а это наутика правильно произнесла мэри а это наутика а это наутика Продолжение следует...